Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган принял участие в митинге в поддержку Палестины. Отмечу, акция собрала сотни тысяч человек и прошла на территории аэропорта Ататюрк. Протестующие пришли с флагами Турции и Палестины. Какие заявления сделал глава этого государства и как на это отреагировали в Израиле в репортаже моих коллег. В акции приняли участие полтора миллиона человек. Среди них и высокопоставленные политики. На мероприятии перед толпой выступил президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган. Сегодня некоторые люди воспринимают сектор Газа как далекое место, которое не имеет к нам никакого отношения и даже открыто говорят об этом. Тем не менее, сектор Газа всего лишь 100 лет назад был для турецкого народа и страны тем же, чем сейчас является турецкий город Адана. Газа также была частью нашей родины. Выступая с трибуны, глава государства заявил, что Турция намерена объявить Израиль военным преступником в связи с действиями в секторе Газа. Он также добавил, что за происходящее на Ближнем Востоке несут ответственность западные страны. В Израиле сразу отреагировали на заявления президента Турции. Там сочли, что Реджеп Тайп Эрдоган наговорил на разрыв дипломатических отношений между двумя странами. Учитывая серьезные заявления, поступающие из Турции, я распорядился отозвать наших дипломатических представителей с целью переоценки израильско-турецких отношений. Несмотря на различные разногласия, в 2022 году два государства договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов двух стран в столицы. Жанна Хусайнова, Меруэрт Канагат, Хабар 24.